Здравствуйте! С вами проект «Женский клуб». Этот камень считают одним из самых загадочных. Его называют камнем любви и искренних чувств. Яркий и красивый гранат, считают компанией «Золото России», позволит вам блистать на любом мероприятии, будь это юбилей, выпускной или свадьба. Наш салон рад представить новую изысканную коллекцию с камнями, которые удивляют, восхищают, обольщают. Камни эти известны человечеству уже многие тысячелетия. А вот выглядеть современно и многоцветно им помогает тесное сотрудничество ювелиров и ученых. Кто бы мог подумать, что самый распространенный в украшениях полудрагоценный камень-гранат может быть настолько разным. Гранат – камень влюбленных. Так иногда его называют. Он призван рождать сильнейшие страстные чувства. Кроме этого, он по преданию дает неограниченную силу и власть, питая человека энергией. Цвет камня может быть различным – от светло-красного до бордового. А его необработанные кристаллы своей формой напоминают зерна всем известного фрукта – граната, благодаря которому ювелиры так и назвали этот камень. Камень неприхотлив. Его легко мыть и чистить, зато очень боится резких перепадов температур. Поэтому хранить его нужно в закрытом от солнечных лучей месте. С уверенностью можно сказать, что изделия с гранатом – это украшения для всех женщин – блондинок и шатенок, брюнеток и рыженьких. Камни деликатные и утонченные, радуют взор своим блеском и цветом. Их приятно держать в руках. Они идеально вписываются в жизнь города. Серьги и кольца, колье и браслеты с данным драгоценным камнем популярны и любимы многими. Подходят как на каждый день, так и на выход. И я уверена, познакомившись, вы не захотите с ним расставаться. Мы ценим красоту граната и надеемся, что вы полюбите его так же, как и мы. И независимо от того, какие украшения вы предпочитаете, главное, чтобы драгоценная была по душе. Тогда она обязательно будет к лицу. А мы продолжаем наш проект с Бийским педагогическим колледжем «Мастер-класс за 5 минут». Сегодня готовимся к Пасхе. В преддверии светлого праздника Пасхи мы предлагаем вам вариант оформления пасхальных яиц в технике декупаж. Для этого нам понадобятся заранее сваренные яйца, охлажденные и высушенные. Яичный белок. Салфетка для декупажа или обычная салфетка с мелким рисунком. Для начала мы берем салфетку. Они обычно бывают трехслойные или двухслойные. В нашем случае это три слоя. Два слоя нам не нужны, нам нужен только верхний. Аккуратно отделяем. Теперь аккуратно разделяем ее на фрагменты. Теперь берем яйцо, выбираем понравившийся нам фрагмент. Прикладываем его на яйцо. Берем кисточку. Слегка взбиваем белок. И разглаживающими движениями от центра к краям ведем нашу кисточку, чтобы не образовывались складки. Оформив одну сторону яйца, даем ей просохнуть самостоятельно или при помощи фена. Теперь полностью покрываем яйцо белком для прочности. Готовое яйцо может стать завершающим элементом оформления, инсталляции, праздничного стола или подарка. До сегодняшнего дня гостями нашего клуба были исключительно женщины. Но это немного неправильно. Ведь мы встречаемся с людьми активными, позитивными, творческими. Это наш главный критерий. И сегодня я хочу вам представить педагога с большой буквы. На его уроках физкультуры точно не заскучаешь. Юй Иванович Миляев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы известный не только в нашем городе преподаватель физкультуры. Скажите, как вы пришли в эту профессию? С первого класса я занимался в детской команде «Прогресс». И потом юношеская команда под руководством мэдера Александра Робертовича, который сейчас тренирует ребятишек. Потом армия, пединститут. И, то есть, физкультурного отделения в Биске не было. Но футбол, он всегда жил в моем сердце. И выбор остался именно за учительной физкультуры. То есть, вот уже 23 года в этом году, как я работаю учительом физкультуры. И я нисколько об этом не жалею. А как вы считаете, что в ней самое главное? Ну, наверное, учитель и физкультуры, и любой другой учитель, он должен оставаться, по крайней мере, преданным своей профессии до конца. То есть, не только урок отвел и пошел домой, а постоянно, то есть, мысли, какие-то дела должны быть именно для детей, для их творчества, для их какого-то возмужения. И я считаю, что здесь, поэтому профессия учитель физкультуры, это очень сложная профессия в данное время, в наше. И здесь остались, я думаю, самые-самые, и не только в нашем городе, но и по всему региону, то есть, учителя физкультуры, люди преданные своей профессии. Моим учителем был, сейчас, к сожалению, этого человека нет, Тимофеев Владимир Ильич, который в педагогическом колледже был методистом многие годы. И вот он показал мне, что такое уроки физкультуры, как преподавать, как работать с ребятишками, и вся методика, вся практика, это только благодаря ему. Пару лет назад вы говорили о том, что хотите вырастить футбольную команду, набрав ребятишек сначала из детского сада. Прошло некоторое время, как ваши планы, что получилось? Ну, вот этот 2009 год рождения, это мой второй набор. Первый набор был 11 лет назад, когда я пришел работать в третью школу, я набрал первоклассник. Они уже в этом году заканчивают школу, 11 класс. 2009 год, у меня так получается, что девятка последняя, как символ. Я набрал два года назад практически, как и говорил, пятилеток. В ноябре будет уже два года, как они занимаются. Конечно, кто-то перестал ходить, может быть, временно, может быть, вернуться. Кто-то пришел совсем недавно, но костяк, вот примерно ребятишек 30, они занимаются уже второй год. И уже у нас было трое соревнований, и уже есть результаты небольшие, ну, сопоставимые. Есть какой-то прогресс, поэтому здесь, конечно, большие плюсы. И отдать должное президенту футбольного клуба «Юность» Ермохину Виктору Анатольевичу, который всячески помогает молодым ребятишкам. Купил комплект формы, помогает мячами, какие-то календари делает памятные. То есть у нас футбольный клуб «Юность», даже можно назвать футбольный специализированный класс. То есть мечта была создать именно, вот как раньше были генетические классы мальчишек, именно с уклоном футбола. То есть вот пока вот такие у нас перспективные планы. Вы несколько десятков лет, да, преподаете. У нас всегда говорят, вот, молодое поколение, оно такое-сякое. Можете такой анализ провести? Отличаются современные дети от тех, которые были там 20-25 лет назад? Очень отличаются. Конечно, говорят, что дети, они всегда одинаковые. Ну, просто я даже сравниваю свои первые выпуски. И дети, которые уходят сейчас, да, в каждом выпуске есть звездочки, есть средние ребятишки. Ну, ко всем, конечно, нужно относиться одинаково. Единственное, сейчас дети, ну, наверное, по-другому воспитанные. Они более требовательные к себе. И они знают свои права, наверное, меньше, чем обязанности. То есть дети, ну, не знаю, может быть, родители не совсем уделяют этому внимания. А в школе, ну, сейчас, конечно, вот этот наплыв информации большой. И поэтому преподаватели, ну, просто не успевают заниматься и знаниями, и воспитанием одновременно. Тут, ну, просто вот это наше сегодняшнее поколение, наше время, вот это, не знаю, как выразиться, но тяжело сейчас именно детям отдать все, всего самого себя. Дети, возможно, кто-то понимает, кто-то нет. Но в основном, конечно, ребятишки, они всегда в этом возрасте очень интересные. И порой у них в наше время многому учишься. Насколько больше ребятишек спортом занимаются, помимо учебы, да, вот? А насколько, ну, то есть здоровее наше поколение или, так скажем, не очень? С одной стороны, когда брали статические данные с поликлиники, с детской, то есть тоже я когда писал работы на ПНПО, на Учителя года, брали специальные данные. И там, то есть именно повышение уровня здоровья юношей, то есть призывного возраста, начиная от заболеваниями ОРВИ, ОРЗ и заканчивая объемом грудной клетки. То есть здесь плюсы в том, что мы зимой практически, опять же, если позволяет погода, мы занимаемся на улице. Если лыжная подготовка, то лыжная. И вот этот каток, это очень большой плюс, коньковая подготовка, хоккей с мячом. Ребятишки, даже девочки, он сыграет хоккей с мячом. Эту игру мы будем развивать. И вот один из грантов называется «Хоккей с мячом школу», которую в этом году я буду защищать. Здесь, то есть мы планируем даже начать соревнования по хоккей с мячом среди школ, пока приобского района, а затем, возможно, и города. То есть это более безопасный вид спорта, потому что играется мячом простым, не шайбой. То есть техника безопасности уже более соблюдена. Я знаю, что вы активный участник грантовых проектов, и поэтому именно стадион «Третья школа» стал таким центром сосредоточения спортивной жизни микрорайоном. А что в дальнейших планах? Какие начинания собираетесь притворить в жизни? Да, на данный момент написано три гранта. Если до этого было восемь грантов, каждый год два гранта – это в области молодежной политики, культуры и спорта и в области благоустройства. То есть каждый год, хоть немножко, но деньги выделялись, и на базе «Третьей школы» или строились новые площадки, или реконструировались новые. В этом году еще появился грант фонда «Прокопьево». Там более внушительная сумма, и здесь «Третья школа» тоже будет участвовать. А какой проект, если не секрет? Проект называется «Здоровье доступно каждому». Это фонд «Прокопьево». Мы планируем сделать на стадионе «Третьей школы» уличные тренажеры, которые будут доступны для всех. Но здесь небольшой нюанс не с механизмами, которые сделаны в парке напротив Дома Советов, а перекладины, брусья, рукоходы. Как я его называю, армейский вариант, более доступный, главное по технике безопасности и комфортный, чтобы люди приходили, занимались. Но опять же, мальчишки, которые подрастают, футбольная команда, чтобы выходила и занимала, чтобы дети были разносторонне развиты. Опять же, на уроках физкультуры. Ну и, как вы сказали, что у нас всегда полон стадион. Бабушки, дедушки, которые занимаются скандинавской ходьбой, они с большим удовольствием позанимаются на этих тренажерах. То есть, каждый в свое какие-то возможности, мир возможностей. Но это не последний грант еще есть, да? Нет, конечно. И вот два гранта, которые написаны по благоустройству и молодежной политике, и это восстановление многофункциональной резиновой площадки, которая была построена, ну, около семи лет назад. Ну, она сейчас пришла не то что в негодность, но разрушения значительные. Это рабица. Рабица практически не стала. И вот я планирую сделать борта хоккейные, то есть основу усилить и уже сверху сделать хорошую рабицу, чтобы ребятишки там играли и в баскетбол, и вручной мяч, и зимой уже там играли в хоккей шайбой. Юрий Иванович, я благодарю за интересную беседу. Желаю вам удачи в ваших начинаниях, чтобы все получилось. А дорогим любимым телезрителям напоминаю, что движение – это жизнь, поэтому почаще занимайтесь спортом. До встречи в эфире. Благодарим за помощь в создании программы «Кафе Панорама» улица Шишкова-2. Образ ведущей от стилиста и визажиста Елены Оглесневой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова